Итак, доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Москвы. В Москве уже 11.03. И мы, значит, продолжаем изучать Тору. Здравствуйте, Мария. Шалом. Шалом. Значит, мы сегодня находимся тоже в очень интересном отрывке из недельной главы Талдот. Вот просто невероятно интересные, дающие понимание, как работает вообще мир. Как работает мир. Итак, значит, я сразу перехожу сегодня к недельной главе. Хотя хочу сказать небольшой отрывок. Это размышления из Любавичского Рэба Последнего. Именно на это место. Он говорит такую вещь интересную, что мы сейчас читаем о том, как Ицхак передавал благословение, которое дал ему Бог. И Ицхак передавал это благословение, самое главное благословение. То есть, знаете, как этот весь мир, весь мир, да, существует. Вот Всевышний вначале, он создал первого человека и с ним соединился. У первого человека была невероятная возможность влиять на мир. То есть, он был единственный корень всего, что будет дальше. И он повлиял, как повлиял. Потом, значит, был Ноах, который после потопа человечество пошло от Ноаха. И потом ключевым человеком стал Авраам, праотец Авраам. Значит, он получил от Всевышнего, он стал как колесницей. То есть, Всевышний через него вошел в этот мир. У него была невероятная сила влиять на мир, которую он показал. Например, то, что Всевышний его благословил. У него в сто лет родился ребенок. Ицхак в сто лет, а потом еще родилось шесть детей. И умер он, Авраам Авин, умер в 175 лет. Вот так. То есть, у него была сила совершенно нечеловеческая, высшечеловеческая. И люди во все поколения, во все поколения, люди гонятся за силой. Сила, деньги это сила, физическая сила это сила, популярность это сила, власть это сила. То есть, люди стремятся в этом мире, есть структурированная иерархия, в которой на вершине горы всегда есть какой-то царь горы. И вот в том поколении, с вот этим царем горы, вначале был Авраам, а потом он передал это благословение Ицхаку. И у Ицхака теперь два сына, Эйсав и Яков. И интересный момент, да, мы историю учим очень важные нюансы, очень важные нюансы. Вот между делом мы, например, такой нюанс учим. Ицхак в этом отрывке сегодняшнем, он говорит, говорит своему сыну Эйсаву. Говорит он ему так, позвал он его и говорит, значит, первый кусочек маленький, до того, как он его позвал. И было Ицхаку 40 лет, и взял он себе жену, иудит, бад-бари, ахитит, вэт-басмат, бад-илан, ахитит. Значит, он себе взял двух жен сразу, ему было 40 лет, он взял двух жен. Ну зачем нам Тора это сообщает? Зачем нам Тора говорит, что именно в 40 лет Эйсав женился? А оказывается, здесь скрыт очень глубокий смысл. Ицхак, папа Эйсава, женился в 40 лет. И Эйсав, он был очень хитрый, он был хитрый, умный, и он уважал папу. Все равно он папу сильно уважал, потому что у Ицхака было вот это благословение Авраама, он был царь горы. Он не хотел это использовать, он не хотел менять мир, потому что все равно в этом-то и суть праведника, что он даже обладая невероятной силой влияния на мир, но он говорит Богу, ты хозяин мира, ты хозяин. Я здесь только просто гость, я твое отражение. Ничего, вот то, что ты скажешь делать, буду делать. Не скажешь, не буду делать. Это праведник. И именно поэтому Бог, как будто бы он ему не, он ему передает свою силу, потому что он знает, что эта сила будет использована только по его воле. Как хозяин компании, когда у человека есть компания, бизнес, у него есть какие-то директора, какие-то управляющие, те, кто управляют бизнесом. И хозяин бизнеса, он все время их проверяет. Почему он их проверяет? Потому что если он их не будет проверять, у моего знакомого как-то отжали, ну, один из филиалов его бизнеса. Он поставил директора, а директор этот филиал полностью обязал договорами там на миллионы долларов и говорит хозяину бизнеса, ты знаешь, я уйти могу, но филиал-то он должен миллионы долларов там, юристам, этим, этим, этим. Тут говорит, как это должен? Он говорит, а ты же меня директором назначил, я подписал. Поэтому, говорит он, давай ты мне просто отдашь этот филиал и все, или я сейчас уйду, но на тебя повешу эти все долги. В общем, отжал филиал на него, представляете? Это было еще в 90-е годы, такие были тогда методы. Всевышний, он когда передает силу праведнику, он и уверен, что праведник, он выполняет только волю Всевышнего. Ицкак, он был как раз такой праведник, а Исав, он не был праведник. Исав, он был человек, которым управляло его эго, его желание, его вот хочу. И говорит нам устная тора, что почему Исав женился в 40 лет. Он до 40 лет, он совращал женщин, насиловал женщин, совращал женщин, замужних женщин, незамужних женщин. Но в 40 лет он говорит, а папа-то у меня в 40 лет женился, я должен, я же приличный сын, приличный сын. Я папу уважаю, уважаю. И он женился тоже в 40 лет. Хотя он это, просто он хотел, как внешняя оболочка, показать, что он хороший человек, как папа. Теперь дальше, дальше, значит, тора нам рассказывает, что состарился Ицкак и ослеп. И позвал он Исава, сына своего старшего, и сказал ему, сын мой, и сказал ему Исав, и ныне, вот он я. Значит, и сказал, вот, говорит, я постарел, и не знаю я день моей смерти. Тора нас здесь учит интересную вещь. Почему он его позвал вдруг сейчас? Ему было на тот момент 122 года, а в 127 лет умерла его мама Сара, умерла, когда ей было 127 лет. И отсюда учится закон, что когда человек приближается к возрасту, в котором умерли его родители, он должен опасаться, что, ну вот уже этот возраст. И за 5 лет принято писать завещание. То есть, если отец умер в 70, то сын, значит, уже в 65 он должен написать завещание, потому что, кто знает. Понятно, да, идея? Это вот между делом мы учим вот такие вот очень понятные, логичные и умные законы. Хотя, по факту, Ицкак после этого прожил 58 лет еще. 58 лет он после этого события прожил. Зовет он Исава и говорит, хочу тебе передать благословение. Иди, дальше он его посылает в поле, я сейчас сокращаю. Посылает, чтобы он принес, принес он добычу, приготовил еду и после этого собирался Ицкак передать ему благословение. Брух ато адуино элюэйну мэль хаулам шаколь ния бедворо. Что сделать, да, я вам прочту вначале внешняя канва и история, а потом мы ее разберем глубоко. Значит, Ривка, жена Ицкака, услышала она, что Ицкак говорит своему сыну Исаву. И пошел Исав, пошел в поле ловить добычу, да, чтобы покормить отца. А Ривка сказала Якову, младшему своему сыну, родному брату Исава. Она ему говорит, слышала я, что папа сейчас хочет передать благословение твоему брату. Принеси-ка, говорит мне, значит, двух козлят. И, значит, я приготовлю сейчас отцу еду. И, значит, иди и возьми это благословение. Ты принесешь отцу своему, значит, и он поест, и благословит тебя перед смертью. Ну, сказал Яков Ривки, сказал Яков маме своей, да. А Исав же, он человек с волосами, а я вообще голый. Ну, он был, Исав был волосатый такой, да. А Яков, он был, Яков, он был с гладкой кожей. И папа меня ощупает и увидит, что это, что я его обманываю. Он меня проклянет, но не благослови, так сказал Яков. И сказала мама ему, не волнуйся, на меня проклятие. Если он тебя проклянет, я беру на себя это проклятие. На меня проклятие, значит, а ты, говорит, слушайся моего голоса, иди и делай то, что я тебе говорю. Так сказала ему мама. И пошел он, и пришел он к маме, и сделала мама его, приготовила кушанья. И он, который любил отец, и зашел он к отцу. И взяла Ривка, мама взяла одежду Эйсава, сына старшего, которую он хранил у нее в доме. И одела она Якова, сына своего младшего. Значит, а те шкуры, козлят, которые остались, она ему на руки намотала, чтобы, если папа пощупает, чтобы был он волосатым. И дала ему кушанья, и вот он заходит к папе и говорит, папа, и сказал ему папа, вот он я, кто ты, сын мой? И сказал Яков папе, я, Эйсав, твой первенец. Это очень интересно, это здесь Раши, он именно говорит, что он так сказал. Устная Тора нам говорит, что он, с одной стороны, его мама послала, с другой стороны, я вам сейчас объясню, почему именно так все происходило. Но даже в этот момент, когда его папа спрашивает, ты кто? А он говорит, я, Эйсав, твой первенец. То есть он не сказал, я, Эйсав, твой первенец. Он сказал, я, Эйсав, твой первенец. И сделал я, как ты мне сказал. Значит, а теперь встань, пожалуйста, и покушай от того, что я тебе принес. И сказал Ицкак, сыну своему, что-то ты быстро пришел. И сказал ему сын, что он ему сказал? Он ему сказал вообще, это главная фраза. Всевышний так сделал, чтобы я предстал перед тобой. Всевышний сделал так, так случилось, да, что все произошло так, что я стою перед тобой. И сказал Ицкак, Яакову, а ну подойди ко мне, я тебя пощупаю. Ты ли это сын мой, Эйсав, или нет? И подошел Яаков к Ицкаку, папе его, и он его ощупал. И сказал, а коль, коль Яаков, голос, голос Яакова. Во ядаем, а рути, рути Ицава. Выло и тиро, и он его не узнал, потому что были его рути, как у Ицава, покрыты волосами. И он его благословил. Благословил он его и сказал, ты ли это Ицав? Ицав, он говорит, я, то есть он не сказал, я Ицав, он просто сказал, ты ли это Ицав? А Яаков говорит, я. И сказал, подойди ко мне и покушаю я, для того, чтобы благословить тебя, благословила тебя моя душа. И пришел он к нему и кушал, и принес ему я вино, и он пил. И сказал ему отец Ицкак, подойди ко мне и поцелуй меня, сын мой. И подступил он к нему, и поцеловал его, и почувствовал он запах его одежд, и благословил его. И сказал, вот ведь запах сына моего, как запах поля, которое благословил отец. Дальше будет продолжение, будет сейчас, завтра я прочту, что он ему дал за благословение. И теперь давайте разберемся в следующем. Значит, есть папа, есть мама. Есть, если вы помните, когда начинается эта недельная глава, то там Ривка, когда она была беременная, у нее были большие боли в животе, и она не знала, что делать. Написано, и пошла она к пророку, пошла она к пророку Эвер, который был в то время, Шем и Эвер, Шем это был сыноха, пошла на Ледроша Ташем спросить Бога, что происходит у нее в животе. И сказал ей пророк от имени Всевышнего, два народа в твоем животе, и старший будет служить младшему. Так ей сказал пророк, что они будут все время, они будут соревноваться друг с другом, но сказал пророк от Бога, что старший будет служить младшему. Теперь Ицхак хотел благословить старшего сына Эйсава и передать ему благословение. Какое благословение? Есть благословение духовное, то есть духовное благословение это связь с Богом. Но мы знаем, что Яков, который потом стал Исраэлем, он сидел в шатрах и учил Тору. Он был человек духовный, которому ничего кроме духовного служения было не нужно. А Эйсав, он был человек поля, Ишсаде, человек поля, который все время был, его интересовали только вопросы этого мира. Он воевал, одежду он забрал у Немрода. Это была волшебная одежда, он убил Немрода и забрал у него одежду. Эйсав был воин, Эйсав был такой боец, его кроме этого мира ничего не интересовало. И когда до этого он пришел с поля, вы помните, и попросил у Якова, это умер как раз Авраам. Бог специально забрал Авраама на пять лет раньше срока, чтобы Авраам не видел, как испортился Эйсав. И когда умер Авраам, Яков сидел и готовил похлебку. Пришел Эйсав и говорит, дай мне похлебки. Говорит нам устная тора, что Эйсав пришел в тот день, изнасиловал женщину, убил человека и ограбил. Это была его жизнь, это была его жизнь. Он пришел уставший, а говорит, дай мне похлебки. Яков ему говорит, слушай, продай мне первосвященство, продай мне первенство. Что значит первенство? Первенец это был тот, кто служил Богу. В каждой семье первенец, первый сын, он обладал духовной силой. И он должен был в семье обеспечивать связь семьи с Богом. Он был как священник. Ему говорит Яков, слушай, давай продай мне первенство. Эйсав говорит, бери, зачем оно мне? Я все равно иду умирать. Он говорит, мне не нужен духовный мир, мне не нужна духовная жизнь. Я иду умирать, то есть я иду, я только хочу жить в этом мире. И меня первенство не интересует, забирай. И Яков купил у него первенство, купил у него то, что называется связь с духовным миром. Тот ему продал, прямо поклялся, продал, написал документ, все. Яков в духовном плане уже был первенец. Теперь дальше. Дальше наступает момент, когда Ицкак передает благословение власти над этим миром. То есть именно сила в этом мире, божественное присутствие, сила благословлять, сила управлять этим миром. Теперь Ицкак, он, если вы вспомните, что мы изучали последние дни, вы помните, что было до этого? Бог ему дал благословение в сто раз больше, чем филистимлянам. Написано, у него была браха, благословение, плохой год, плохая земля, благословение. Что дальше? Его выгоняют филистимляне. Хорошо не убили, выгоняют. И сидит Ицкак, значит, думает, так, у меня есть сейчас, есть благословение духовное, есть благословение земное. Теперь, значит, кому отдать земное благословение? Конечно, Исаву. Потому что Исав, он воин, он и так будет воевать, для него это самое главное. А Иакову, ему, он духовный человек, ему не нужно земное благословение. У него есть божественное благословение, он выбирает только духовную жизнь. Как мы, значит, дальше будем делать? Так думал Ицкак. Значит, Исав получит благословение земное, и он будет обеспечивать, будет защищать это земное благословение, и будет обеспечивать Якова. А Яков будет сидеть в шатрах, учить Тору, будет священником. Это был расчет Ицкака. Теперь мама Ривка, она думала так, она думала, она же мама была, она знала, что Исав, он не будет давать деньги Якову, он не будет его обеспечивать. Исав, она думала, он бандит-преступник, она видела это. Она его любила, она мама, но она видела его настоящую сущность. Плюс она получила пророчество от пророков, что младший, старший будет служить младшему. Она хотела сделать, как мы ей сказали при рождении пророки. Теперь это была, как сказать, внутренняя идея каждого из них. В итоге, в итоге Яков получил благословение и земное, и духовное. И Яков, интересно, что завтра мы это будем изучать. Там есть очень интересное, когда вернется Исав и узнает, что его брат получил благословение, что он скажет в этот момент. И что скажет Ицхак, который понимает, что он дал благословение, которое хотел дать Исаву. Он его отдал Якову. То есть мы дальше узнаем, что было дальше, мы узнаем завтра. И теперь мы возвращаемся к началу урока, говорит нам Любавич Стиребе. Значит, он говорит так. Ицхак хотел сделать Исава своим преемником, поскольку видел в нем бесстрашного воина Всевышнего, посвятившего свою жизнь борьбе со злом. Хотя Ицхак понимал, что Исав может поддаться разным искушениям, но он хотел этим благословением его усилить. И тогда, если бы Исав со своей силой, ловкостью и талантом, он бы по-настоящему хотел служить Богу, то он в этом мире, в материальном мире, он эту миссию мог бы намного сильнее реализовать, чем Яков. Он был более привязан к этому миру. Исав был такой, ну машина, да. То есть он был в этом мире намного более ловкий, быстрый и сильный, чем Яков. Однако Ривка понимала, что Ицхак ошибается. Она знала, что Яков никогда не будет хитроумным и бесстрашным воином, как Исав. Однако он был, Яков учил Тору. Он был проницательный, он был умный. И Тора, она дала ему ум, который сильнее, чем хитрость. Она дала ему ум, который сильнее, чем сила. Тора дала ему четкое понимание, как работает мир. И тогда, значит, и у него было самое главное, у Якова было чистое намерение служить Богу. А у Исава этого намерения не было. И Ребе заканчивает, он говорит, смотрите, когда мы ищем себе в жизни лидера, к кому обращаться за советом, он говорит, не ищите каких-то там супер героев, ищите мудрецов Торы. Именно к знатокам Торы нам следует обращаться, когда мы ищем себе наставников. Это то, что Любович из Теребы вытащил вот из этого отрывка главный смысл. Что Тора сильнее, чем сила. Теперь, что интересно, я вам сейчас хочу рассказать некоторые вещи. Это мои уже идеи, которые чисто мои, они нигде не подтверждаются. Может, где-то подтверждается, но я не слышал. Я, когда первый раз, я приехал из Москвы, в 2000 году приехал в Израиль, сел в Ешиву, как раз изучали вот эти главы. Я, Тора же, это как код такой, да, каждая буква имеет цифровое значение, и это код. Я, когда выучил иврит, и я читал на иврите, я обратил внимание, что Эйсав, если обратно прочитать, это было первое мое такое открытие в Торе, Эйсав, если прочитать обратно, получается Вася, Васе. То есть, это, это, Эйсав, прародитель европейских народов. Эйсав, от него пошли, потом Эйсав поселился там, где сейчас находится Рим, и вся Римская империя, это все потомки Эйсава. Теперь, получается, смотрите, что делал Эйсав. Эйсав, он очень сильный, и он, Римская империя, захватила весь мир. То есть, его потомки, они захватили тогда весь мир, они были самые сильные воины. Теперь, в какой-то момент, Эйсав, он все-таки, он вернулся и подумал, что, ну, ведь это же глупо говорить, что Бога нет. И римляне стали тем, они стали христианами. То есть, христиане, это те, которые верят в единого Бога, верят в него чуть по-другому, чем верят в единого Бога евреи и мусульмане. Евреи и мусульмане верят в единого Бога, который есть только он один, и он без всяких посредников, вообще без посредников. Да, есть пророки, которые говорят от имени Бога, но Бог, он один, един, непостижим, бесконечен и так далее. Христиане, у них чуть-чуть есть другой подход, они думают, что Бог, он не один, а их, ну, в общем, у них какой-то сложный подход, который, который почему-то Бога, как сказать, то есть, Бог, создатель мира, у них как-то он преобразуется в другие какие-то форматы, да, назовем это так, в другие форматы. Теперь и Эйсаф, да, он как раз возглавил вот это движение христианства, и Рим, если мы посмотрим Рим, то есть, внешне смотришь, христианство очень, оно, оно как будто бы еще сильнее, чем, чем ислам или иудаизм сильнее идут к Богу, да. Почему? Ну, обед безбрачия, у мусульман, у евреев этого нет, обязательно нужно плодиться и размножаться. Но римский папа, например, да, который является основой, да, как бы он наместник, там, я не знаю, кого он наместник на земле, но он какой-то главный в христианстве человек, римский папа, он не женат. То есть, как, как он не женат, почему он не женат? Написано, Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, не будет людей, не будет жизни. Ну, как, как, как можно быть не женатым? Но почему-то римский папа, он говорит, я святее, чем человек. То есть, это то, что делал Исаф. Он хотел показать, что он вообще, еще он святее, чем Яков, и он пытается забрать первородство обратно. То, что он отдал, потом он пытался забрать обратно. Очень интересная эта связь, это когда я был в Риме, как раз мне эти все идеи пришли. Дальше, у Папы Римского обед безбрачия, обед бедности. Обед бедности. Кто был в Ватикане, видит, Ватикан это награбленного со всего мира вообще грабежа, да, добыча. То есть, вся, вот этот весь Ватикан, они ограбили все, что можно было, весь мир и свезли Ватикан. При этом сидит в Ватикане главный, главный хозяин этого всего, самый богатый землевладелец в мире, это католическая церковь. У них больше всего земли в мире принадлежит. И сидит главный и говорит, обед бедности, обед безбрачия, все. В общем, это очень искаженная, искаженная система служения Всевышнему. И мы видим, что вот эта вся путаница произошла, когда, в нашей недельной главе, когда Ицхак, у него был план разделить благословение, отдать земное благословение Эйсаву и духовное благословение Якову. Но получилось, что он отдал Якову и земное благословение, и духовное. И отсюда пошла, пошла вся дальнейшая история. Все, всем удачи, успехов. Прекрасное, да, прекрасного дня, прекрасного дня всем. Изучайте, изучайте Тору, изучайте. И главное здесь, изучение Торы, это способ связаться со Всевышним. Молитва, это способ связаться со Всевышним. Действие, делать добро, это способ связаться со Всевышним. И дальше, каждый, усиливая свою связь со Всевышним, ему Всевышний что-то открывает. Каждому Всевышний что-то открывает. Все, всем удачи, успехов и очень важно делиться Божественным Светом, поэтому поделитесь уроками. Я очень рад, что на сегодня ВАИКРа просто очень сильно, благодаря вам, начала расширяться, распространяться уроки других лекторов. Вчера на уроке Вадима Зиновича Рабиновича было тысячи человек поделились этим уроком, можете себе представить. Тысяча человек поделились уроком, 4,5 тысячи лайков. То есть Божественный Свет, он распространяется с нашей помощью, то, чего мы и хотели, с нашей помощью, с вашей помощью. Поэтому пройдитесь еще, посмотрите другие уроки, поделитесь обязательно с максимальным количеством людей. Вы можете стать партнерами в любом уроке, вы можете поддержать любого Равина, любого преподавателя Торы, можно поддержать его, его урок, чтобы усилить это влияние. Все, всем удачи, успехов, распространяем Божественный Свет. Всем пока.